Как я и обещал, это вторая часть. В этой части я подготовил 20 лайфхаков для велосипеда. И поехали! Чтобы не использовать велофлягу, можно просто использовать обычную бутылку. Сделать крепление для фонарика можно очень простым способом. Взять горлышко от пластиковой бутылки, сделать надрез и перекрепить её скотчем. С детства меня учили прятать под седушку тряпочку. На всякий случай, вы можете в подседушку положить всё, что хочется, главное плотно засунуть. Вы можете также спрятать деньги под сидение, а именно в саму трубу и закрыть чем-то её. Если вы забыли обувь или решили покататься на велике, но педали вырезаются в ноги, то возьмите губки и прикрепите их педалям, как вам угодно. Если цепь у вас грязная, то дёшево её почистить помогут обычные две старые зубные щётки. Скрепите их между собой и начинайте крутить цепь в обратную сторону. Надели шорты без карманов, а ключи неудобно вести в руках, то можете привязать их к шортам или подцепить на тросик велосипеда, они точно не спадут. У вас отсутствует ножка для велосипеда, а ложить железного коня не охота, просто поставьте педаль на поребрик и ваш велик уже стоит. Возите с собой всегда рюкзак, не важно какой он, главное целый. У меня вот розовый, но это не влияет на его пользу и функционал, он может очень помочь вам в велопутешествиях. В абсолютно любую погоду и время суток катайтесь в очках, потому что насекомые так и просятся попасть вам в глаза. Один раз мне попал в глаз, очень сильно пекло. Если у вас свежий велосипед, а тросик вам периодически оббивает краску, то лучше его убрать в портфель, или разместить его так, чтобы он не вредил. Если у вас на велике есть болячка, где-то что-то откручивается, то ввозите шестигранник в этом отверстии. Или лучше купите мультитул, мне при покупке велики дали его в подарок. А сколько раз он меня выручал? Когда вы уже паркуете свой велосипед, обязательно снимайте с напряжения тросики, так как они со временем растягиваются, и надо их настраивать заново, а потом снова натягивайте, когда будете выезжать на прогулку. Не забывайте также, что пыль и грязь хорошо поглощают солнечные лучи, и велосипед нагревается. Я веду к тому, что лучше хотя бы его просто протирать от пыли, или влажной тряпочкой, но ни в коем случае не на машиной мойке, а то долго он точно не прослужит. Прикрепить телефон к рулю можно просто взяв от штатива крепления или от монопода, и лентой прикрепить его к рулю, и можете пользоваться телефоном во время езды. При езде по городу всегда держитесь обочиной, и лишь иногда можете аккуратно проехать маршрутку, или вообще лучше едьте по тротуарам. Правилами не запрещено, гоняю где хочу. Просто представьте, вы в поле, и лопнула камера, или пробилась. Что же делать? Ответ есть. Вы можете вытянут камеру, просто залатать дыру, или если у вас нет таких приборов, запихать туда травы, и вы сможете проехать еще длительное время, но на маленькой скорости. Не стоит оставлять свой велосипед на солнце, так как он нагревается, и могут спускать шины, выцветать краска, портится сидушка. Когда съезжаешь с бордюра, то цепь бьется от перо, тем самым отбивая краску. То купите на перо, защиту, она сделана из ткани, и будет удар, принимает вес на себя. Немаловажно иметь на велосипеде ручной насос, и по желанию латки, мало ли что произойдет в пути. Жаль, что видео подошло к концу, и я уверен, что вам понравилось видео, поскольку я действительно старался. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, и если видео наберет 200 лайков, то я возьму сделать третью часть. Всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok